...демократов был тот, что Трамп не годится для президентской должности, в первую очередь по темпераменту. Но поднятые архивы показывают, что многие прочили миллиардеру блестящую политическую карьеру. Еще в 1987 году президент Никсон писал Трампу, что его супруга, как эксперт в политике, считает, что бизнесмен обязательно победит на президентских выборах, если решит баллотироваться. Трамп и сам, кажется, давно крутил эту мысль в голове. Вы говорили, что если вступите в борьбу за президентский пост, то вы одержите победу. Ну не знаю, думаю, что победил бы. Скажу вам так, я бы не ввязался в проигрышные дела. Я никогда в своей жизни не ввязывался в проигрышные дела. И если бы я решил баллотироваться, я скажу вам так, у меня было бы чертовски много шансов выиграть. А в 2000 году создатели Симпсонов тоже выступили в роли предсказателей, в шутку упомянув, что Трамп складывает в себя полномочия президента. И уже после вступления миллиардера в гонку сделали ролик, спародировав его объявление о президентских амбициях. Это казалось забавным, ведь у Трампа нет никакого политического, дипломатического или военного опыта. Всю свою жизнь он занимался бизнесом, строил офисные небоскребы и гостиницы, продавал стейки и вино под своей фамилией, превратив имя в бренд. А потом прославился на всю страну, когда стал ведущим реалити-шоу. Теперь с окончанием шоу предвыборной кампании в Америке начинается новая реальность. Многие представители истеблишмента, политические советники и эксперты, сидевшие в Вашингтоне десятилетиями, могут оказаться неудел. Самое безобидное из ожидаемых перемен на лужайке Белого дома снесут огород Мишель Обамы. Овощи оттуда Дональду Трампу вряд ли понадобятся, ведь по его собственному признанию он любит жареного цыпленка, бургеры и картошку фри. И вместо того, чтобы копать лунки для семян моркови, будет загонять в лунки мяч, ведь он заядлый игрок в гольф. И это, конечно, не единственная поляна, которую собирается перекроить Дональд Трамп. Александр Хостенко, Николай Коскин, Елена Соколова. Вести Вашингтон, США.